В эфире шок-контент. Новый отель, новая жизнь. Вы прости, Солнышко. Мы немножко отбитые родители. Пусть получится хоть что-то. Ты сама красотка. Ух ты, ты сумасшедший. Вот такие виды. Конечно, я сказала, да. Что придумали чокнутые родители? Я просто раздвинула, знаете, щетинки. Здравствуйте. Телефон примерно раз в день падает. Это наш домик. Но я до сих пор немножко в шоке, если честно. Классно. Всем добрый денек. Я не знаю, это будет отдельный влог уже или все тот же влог продолжается. Я просто снимаю все подряд. Но, возможно, так как это новый отель, новая жизнь, да, это будет новый влог, вероятно. Мы просто переехали немножко. Вот я сейчас стою у дверей наших. Мы переехали в другой отель, потому что мы сменили нашу локацию. А подержи, пожалуйста, Еву, очень тяжело становится. Так вот. Мы сменили нашу локацию. Мы сейчас будем жить оставшееся время в горах. То есть мы разделили наш отпуск, так сказать, на две части. Первая часть у моря, вторая часть в горах. Поехали на обзор нашего номера. Номер у нас в этот раз поболее. Слева у нас даже, ну, это как гардеробный или что? Шкаф большой. Отдельная такая для него комнатка. Тут Сашка. Вот, это самое, мне кажется, классное, потому что ты заходишь и видишь ванну с видом на горы. Прям представляю, как мы будем здесь принимать ванну с чаечком, каким-нибудь пеной для ванны. И снова я. Тут две раковины. И тушевая еще отдельно. Идем дальше. Здесь пока что стоит коляска. Такая вот зона, мы решили диван приспособить для пеленания, то есть типа пеленальный столик. Классно! Знаете, как это очень удобно? Пустой холодильник. То есть не когда там куча всего тебе продают, а когда ты можешь сам там хранить, как бы, всякие фрукты или что-нибудь еще. Там у нас начинается балкон, здесь зона, здравствуйте, пирожок, спальня. А мы пойдем смотреть балкон. Это, конечно, просто красота. Вот такие виды горы. Балкон достаточно, кстати, большой. А здесь у нас бассейн. Бассейн подогреваемый. Аж дух захватывает. Мы, на самом деле, уже очень голодные. Только завтракали сегодня. Едем на наш первый завтрак. Очень много людей, мне кажется, я всем мешаю. Ну ладно, здесь у нас фруктики, молочные, овощи, хлебушек, всякие штучки. Здесь напитки. Вот моя любимая ромашка луговая. И еще сладости. Здесь нам обычно ничего не подходит. Всякие сосиски, мясо. Я нашла единственный стол, который не занят. Быстренько, а точнее он занят. Но я быстренько сниму, какие здесь виды. А вот и люди. Мне очень нравится эта идея, сделать окна такие большие. А мы вообще на балконе сели. Немножко прохладно, конечно. Зато воздух свежий. Да, ты опять читаешь. Ты что, прилежный ученик? Дети Капитана Гранд. Молодец. Ничтал в школе. Ничтал? А что, было в школе? Да. Что мы набрали? Мы набрали омлет, кашу. Здесь ромашка. Дениса кофе, овощи. Солнышко к нам пробирается уже. Итак, что у нас из новостей? Ева, Мишка. Но это уже не новость. Мы поднялись на горы. Посмотрите, как безумно красиво освещается закатным солнцем верхушки гор. На самом деле, это просто такая первая наша вылазка. Первая прогулочка. И очень даже удачная. Потому что мы нашли, как же называется, Родельбан. Это такая штука, как, знаете, американские горки по горам. Ева, я не могу на нее смотреть. Она на всему удивляется. В общем, ты катишься. Скорость до 40 км в час. Мы раздельно поехали, потому что там с детьми только от 5 лет можно на руках. Просыпаемся, значит, мы сегодня. И видим такую красоту облака прямо перед нами. Ну, как всегда, ранние пташки. Сейчас 6 утра. И я вижу уже кусочек восхода на одной из вершин. Весь этот спит. Смотрите, вон там уже зашло солнышко. Видите эту вершину? Она вся в снегу. Тут сидит одинокий работник отеля. Проверяет бассейн, видимо. Я бы сказала, что очень холодно. Я сейчас на балконе. Знаете, стиль носки, шлепки, халат. Но так это красиво. Я помню, у меня на доске желание было желание потрогать облака. Вот оно и исполнится здесь. Вот, кстати, эта штука лежанка, которую мы купили в детском мире. Но, честно скажу, мне больше нравится та, которая у нас дома. Потому что Ева упиралась ножками в пианино в прошлой штучке и играла музыка. А здесь, получается, за музыку отвечает вот это солнышко, которое нужно хорошенечко так долбануть, чтобы оно начало играть. В инструкции написано, легонько дотронитесь, и будет играть музыка. Ну, в общем, вот так нужно сделать. Тогда музычка будет играть. Здесь зеркало. Возьмем водичку с собой. Окей. Спасибо. А где? Чтобы вы выбрали апельсиновую воду или огуречную, я выбираю апельсиновую воду. Пришли мы к Басику, 9 утра. Уходишь, пацан, мой клеток? Хочу потом вернуть. Скажи, что это в бесплатном пользовании стоит. Это бесплатно возле нашего отеля. Где-то вон там наш отель. А вот здесь спортивная площадка. Это первый вид. Первый был самый легкий. Вот это вторая сложность. Это чтобы папку подкачать. Покажи самое сложное. Самое сложное? Ну, странно, да, что это сложно. И подержаться нужно здесь. Потому что, да, это сложно. Наверное, долго поддерживать тяжело. Идем за бьюти-болгером. Давай, покажи нам класс. Телефон примерно раз в день падает. Такая жизнь. С колясочкой сейчас поедем на подъемнички. Спасибо. Это наш домик. Подъем. Я не знаю, видно ли что-то. Ева все спит. Обе пересадки молодец. Видите, какое стекло здесь? Поцарапанное, непрозрачное. Денис предположил, и я думаю, это так и есть, что всегда люди зимой со сноубордами, со всяким снаряжением садятся. И все это царапают очень сильно. И потом немножечко вид это портит, конечно, потому что, ну, представьте, какие вот, да, панорамные такие окна красивые. Что было бы, если бы они были чистые, прозрачные? Ну, ладно, так тоже неплохо. Параплан развивается. Мы уже не будем прыгать с него. Уже прыгали однажды на Алтае. Здесь просто обалбенный вид. Когда солнышко нагревает, очень тепло. А вот как только мы поднялись, и дул ветер, было 10 градусов, было как-то немножко даже печально. Хотелось уже куда-то скрыться, но мы сейчас пойдем кушать. Очень голодные. Я не знаю, это камера передает или нет, но это очень красиво. Деревья такие полужелто-оранжевые, частями зеленые. Ну, видно, что сюда уже пришла осень. Красота. Мы замерзли, пришли греться. У меня суп, я надеюсь, что он горячий. А вот у Дениса блюдо оказалось все холодное. Но этого не знали, но здесь вся рыба холодная. Кстати, кукуруза может быть горячая, так что бери кукурузу и чаек. Хочу поделиться с вами супер находкой. Это такой батончик, который содержит какао, тертое масло, какао, банан, кешью, кокосовую стружку и выпаленный тростниковый сок. В общем, достаточно хороший состав, и он безумно вкусный. Производство Сочи, но если вы вдруг встретите такие батончики, именно с бананом. Есть еще с апельсином, он какой-то странноватый, но вот с бананом очень вкусный. Я вам даже покажу. Давайте сейчас открою, как выглядит внутри сушеный банан. Если мы отломаем кусочек, посередине, видите, ломается. Это сушеный банан, очень вкусный. Выбираем подарочки для родственников. Мы очень часто привозим мыло, ручную работу. Смотрите, какие тут красивые есть. Это местная косметика натуральная. Разный мед, чаечек. Ну что, мы съездили сегодня на розу пик, поднялись на подъемниках. Сейчас я стираю. Я замочила для этого детскую одежду. Так-то, конечно, мы всю свою одежду можем отдать в прачечную, чтобы не тратить на это время. Но вот детская я боюсь стирать с этими порошками, агрессивными, которыми я точно знаю, что стирают в отелях. Поэтому я евеную пеленки, евеную одежду постираю на руках. Но это, в принципе, недолго так пошоркать. Извиняюсь вот за эти вот виды. Наши купальники висят. Но вы понимаете, как это бывает. Унитаз. Давайте хотя бы закроем. Конечно, таким образом они высохнут не очень скоро, потому что все такие друг на друга, мокрые на мокрые. Но у нас достаточно одежды, больше на самом деле негде вывешивать. Вот эти две пеленки, мне кажется, высохнут к послепослезавтра, потому что в таком состоянии сохнуть, конечно, вообще нереально. Итак, наши покупочки. Вчера я посмотрела на свою зубную щетку, и я ужаснулась. На самом деле, ей месяца два, не больше. Но я просто раздвинула, знаете, щетинки и обнаружила там что-то страшное. Ну, серьезно, это остатки пищи или это зубная паста, которая туда попадает. Я не знаю, вообще, тема не очень на самом деле. Давайте долго об этом не буду говорить. Но я прямо сразу же выкинула щетку, потому что только я это увидела, я не смогла больше чистить ее зубы. И мы купили сегодня новые себе зубные щетки. Это президент, плоская такая зубная щетка. И уже наверху, то есть на горе, там был сувенирный магазин. Посмотрите, что накупили. Это все нашим родным. Себе мы вообще очень мало что привозим из поездок. Обычно все дарим. Таким, ребята, любим дарить. Это свеча на ручной работе. Из натурального воска с лавандой. Выглядит очень так, знаете, натурально. В общем, под подарочек. Без резких запахов. Следующая вещичка это такой мед вместе с деревянной палочкой. Именно, кстати, вот такой вот палочкой, ну или деревянной какой-то штучкой. Очень удобно и правильно брать мед и накладывать его куда-нибудь. Потому что вроде бы железо, то есть вот эти вот железные вилки, железные столовые приборы, если они погружаются в мед, они что-то там убивают в меде. Какие-то полезные компоненты, что ли. А дерево никак на мед якобы не влияет. Вот такую штучку очень удобно накладывать, потому что мед, получается, он стекает. Ты как раз ее вертишь, и мед остается на вот такой вот палочке. Также вот такие две коробочки. Это краснополянский чай. Вообще, где мы с Денисом не завтракаем, обедаем, ужинаем, мы берем именно чай краснополянский. И нам очень нравится. Это прям такие сборы, как мы любим. Так что моей маме и маме Денисом. Из бьюти-штучек я взяла вот такой бальзам для губ в стике. Это для моего преподавателя по-итальянскому. Это натуральная косметика, делается прямо в Сочи. Вот, кстати говоря, единственная покупка нам домой. Это тоже травяной сбор, тоже краснополянский. Просто не в такой красивой тубе, как на подарок, а в таком обычном пакете. Намного удобнее перевозить. А, и последний пакетик. Это просто самое ароматное, самое красивое, наверное, что только мы купили. Это четыре мыла ручной работы. Купили маме Дениса. Запахом глинквейна. Это самое вообще вкусное, наверное, что я только нюхала. Пахнет так приятно. Корица. Вообще такое ощущение, что что-то рождественское. Ну, в общем, безумно и красиво, и ароматно. Вот такие наши покупочки. Вот так живут молодые родители. Дочь спит. У нее начался ночной сон. Там вот у нас есть окошечко. А мы пришли почитать, поработать. Ну и поесть, разумеется. Здравствуйте. Вы мне все время говорите, что я мало показываю Еву. Еву, прости, солнышко. Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что почти всегда я показываю Еву. Опять у нас унитаз на заднем фоне. Малыш только что проснулся, покушал. Я был счастлив. Я только что принимала ванну. Какая у меня была романтика, знаете. Вид, ванна, книга. И я что-то еще ела. А, я пила еще чай. И ела батончик с пеканом. И вот эта вещь, это просто спасение для мамы, для папы, для всех. Это видео няня. Как раз Ева спала. И я могла принимать ванну, смотреть за ней. Она долго, кстати говоря, спала. А папа у нас пошел романтично читать английский и пить чай в лобби-бар. Вот здесь стояло это видео няня. Когда кладешь Еву на плоскую поверхность, она начинает так сильно выгиваться, так подтягиваться. Но улыбнись, улыбнись, красотка. Ты сама красотка. Да? Конечно. По прогнозам, кстати говоря, у нас должен быть сейчас дождь. Облачно. Ну, облачно, да. Но дождя нет. И это замечательно. Я уже сделала разминочку на балконе. И мы, наверное, скоро пойдем гулять. Там в бассейне люди очень активно даже плавают. Ну, конечно, бассейн-то подогреваемый. Я сейчас положила камеру рядом с Евой. И вот так обычно Ева меня видит. Вот так вот. Ева, солнышко! Сегодня мы отправляемся на тропу здоровья. Тропа это может быть трех видов. 300 метров, полтора километра и два километра. Два километра самая такая якобы живописная, сложная, интересная. Но с маленьким ребенком, как пишут в интернете, не пройти, не проехать и не советуют. Поэтому мы начнем, скорее всего, с маленькой. Вот значится карта «Наше малое кольцо», потому что мы с ребенком, знаете ли, и это 300 метров, буквально 15 минут. Это оздоровительный туристический маршрут с большим количеством красивых видов и природных объектов. Проходит в зоне нетронутой дикой природы. Мы просто надеемся на добрых людей, что никто не украдет нашу коляску, потому что абсолютно ничем ее не прикрепили. Причем здесь лежат подарки на несколько тысяч рублей, если что. И вот такое у нас уже начало. Денис уже ждет там с Евы на руках. Она, кстати, спит. Вот так вот. Видимся с медведя. Осторожно. Падение камней. Ладно, надеюсь, нас это не затронет. Ты аккуратно очень иди. У тебя ценный груз. Самый ценный груз в нашей жизни. Желудь. Правда? Реально желудь. Мы немножко отбитые родители, мне кажется, потому что мы прошли малый круг. Нам показалось, что это очень легко и быстро. И мы решили подняться на средний. Мы сейчас это делаем. В принципе, действительно, не так сложно. В руках Дениса все надежно, поэтому я не переживаю. Но здесь красота. Прямо настоящая дикая природа. Смотрите, что мы нашли. Водопад. У меня, кстати, было желание, на доске желание искупаться в водопаде. Конечно, я думала, что он будет поболее. И вряд ли будет так холодно. Мы закончили, значит, нашу трассу. Коляску нашу никто не украл, слава богу. Гуляем здесь по единственной, наверное, набережной. Мы не знаем. Мы просто идем. Сейчас будем, как всегда, есть. Здесь очень красиво, очень напоминает, на самом деле, Европу. Но одновременно здесь очень много зелени. Прям очень много зелени. Меню, меню, меню. Сразу смотрим наше не мясо. Лингвини нам подходит, фетучини нам подходит, ризотто нам подходит. Мы остаемся. Здесь можно прямо вот так вот зависать, конечно. Было бы классно, если бы здесь было море. Но здесь ничего нет. Принесли нам нашу еду. Мы заказали абсолютно одно и то же. Паста с креветками. Только у Дениса с чили, у меня без чили. Я вот из этого цветочка выбрала это в столик, на самом деле. И нам поставили вот такую вот гречку, потому что достаточно прохладненько стало. И она тепло раздает. Тут Ева лежит. Смотрите, что я вам сейчас покажу. Я устроила себе романтику. Я сейчас буду монтировать самым лучшим видом, наверное, в моей жизни. Заказала смузи. Здесь у нас сельдерей, шпинат, огурец и лимон вроде бы. Просто потрясающе. Приступаю за монтаж. Я только что зашел на балкон Дениса и сказал, включай камеру через 5 секунд и ушел. Сижу, жду. Она так странно выглядит. Спасибо большое. Денис из ванны. Это все... Я могу по тебе перелезать. Аккуратно, аккуратно, подожди, не надо. Не надо, не надо. Ты сумасшедший. Я приговорила два смузи. Забрала еще у Дениса. Чего мне не хватало, на самом деле, это горяченького чая, потому что, на самом деле, прохладненько. У меня руки уже такие холодненькие. Но здесь так кайфово сидеть и монтировать, что я не могу уйти отсюда. Это финик и курагашка, ладно. Вы подумаете, что мы сумасшедшие, но мы привезли свои финики из Екатеринбурга, потому что я нигде больше не находила таких вкусных королевских фиников, таких мясистых. Это просто любовь. Я думаю, уже навсегда. Хотела еще показать, как мне безумно понравилась такая фишечка от нашего отеля. Все проживающие могут посещать групповые занятия, групповые практики. И вот вывешено такое, вывешено, в общем, висит в лифте такое расписание. В любое время проживающие могут посетить желаемые тренировки. Вот я для себя выделила, что мне было бы интересно. Сегодня у меня будет нейромедитация. Это вообще что-то новенькое. Вы знаете, да, что такое медитация. Концентрация на одном, отсутствие мыслей и так далее, погружение в себя. Но здесь это не просто медитация, это медитация с отслеживанием каких-то процессов, которые происходят в головном мозге. Ну, в общем, там нужно специальное приложение скачать. Я, на самом деле, сегодня пойду впервые. Это вообще крутая штука, что можно прямо вот в отеле посещать какие-то тренировочки. Итак, рассказываю, что придумали чокнутые родители. Мы уложили Еву на ночной сон, а сами пойдем плавать в бассейн. Но так как мы Еву, конечно, не можем оставить в одном номере, мы возьмем ее в люльку. И люльку поставим рядом с бассейном. В принципе, у нее достаточно крепкий ночной сон, поэтому я думаю, что она не проснется. Сейчас будем ее аккуратно перекладывать в коляску. Еще ей нужно одеть, потому что на улице холодно. Кто-то сказал, что с ребенком ничего не разъясняют. Маш, нужно только дождаться, пока он уйдет. Я вместе с вами устрою себе бьюти-минутку. Я хочу сделать маску для лица и одновременно выпрямить волосы. Я знаете, как сделаю, чтобы сэкономить время? Я сейчас везде ищу какие-то моменты, где можно сэкономить время. Получается, пока я делаю маску для лица, у меня поработает сыворотка на волосах. У меня сыворотка от Керастаз. Она шла, получается, в линейке с моим шампунем и маской. Нормальная сыворотка. Три раза на колпачок нажимаю и наношу на волосы. Можно наносить на влажные, можно на сухие. Но особенно, конечно, на кончики. В основном на кончики наношу, потому что они самые сухие. И вот пока нагревается мой утюжок и пока я наношу маску для лица, сыворотка поработает. И потом, пока будет работать маска на лице, я буду выпрямлять волосы. Смотрите, как у нас два в одном блуде. Кстати, я всегда вам говорю, подписывайтесь на мой инстаграм. Это не просто так, потому что мне там нужны подписчики. Потому что я там действительно появляюсь сейчас почаще, побольше. И недавно придумала такую штуку. Выходить с вами в прямой эфир во время моей разминки по утрам. Потому что я обычно выставляю в сторис свою разминку, но в ускоренном темпе. И это получается 4 сторис, и я там, знаете, все делаю вот так. Все. По этим видео ничего не понятно. И вы мне постоянно просите с ними полноразмерное видео, так сказать. Выставив сторис. Знаете, сколько сторис это получится. Поэтому я подумала, что прикольно будет выходить с вами прямой эфир. И сегодня провела прямой эфир. И кто смог, тот подключился. Я занималась 6-3 по московскому. Но на всякий случай эфир я оставила, сохранила. И те, кто проснулся, например, позже. Или те, у кого часовой пояс вообще не совпадает с моим. Те позанимались тогда, когда смогли. Так что поэтому я в таком спортивном виде после разминки. Итак, у меня две маски, девочки. Это маска угольная, маска паста для лица. А это восстанавливающая экспресс маска. Напишите вот здесь, как вы думаете, какую маску я выберу. Черную или фиолетовую. А я вам скажу, что я выберу фиолетовую. Просто потому, что мне больше она нравится по цвету. Я не сделала никакую кисточку для нанесения маски. Думаю, ничего страшного, если я нанесу пальцем. Она очень-очень приятно пахнет. Вот такое я беленькое привидение. Давайте прочитаем, что здесь написано. 15 минут и нужно будет снять отлишки маски с салфеткой. Не требует смывания водой. Классно. Значит, я нанесу немножко еще на шею. Тоже такая зона, которая требует ухода. И тут смотрите, сколько еще осталось. Беру прядь и активно прохожусь, начиная с корней. А на кончиках прям вот совсем немножко по времени задерживаюсь. Потому что они и так у нас самые поврежденные всегда. По-моему, не прошло и 10 минут. Волосы готовы. И я прямо сейчас, я думаю, сниму маску. Снимаю ватными дисками, потому что у меня просто нет обычных салфеток. На шее почти все вообще впиталось. Тоже такая приятная. Поменьше надо другое. Кожу руками. Итак, в эфире шок-контент. По-другому сказать нельзя, потому что сижу я, значит, себе монтирую. Никого не трогаю. И ко мне подходит Денис. Говорит, хочешь путешествие? Конечно, я сказала, да. Но я не ожидала, что такое. В общем, мы летим сегодня на вертолете. И я, конечно же, первым делом сказала, а, класс, конечно, круто, ура. Потом вспомнила у нас, вообще-то, ребенок, которому 4 месяца. Привет. Но Денис сказал, что он заранее узнал, что с детьми можно. С детьми 4 месяцев тоже можно. И что детки обычно до 3 лет вообще спят. Там есть такой небольшой гул. Есть небольшая такая вот трясочка. И детки, видимо, спят. Это убаюкивает. И я сразу же пошла в интернет. Вбиваю в гугл. Можно ли летать на вертолете с грудничком? И там просто все вкладки про самолет. Типа, можно ли летать на самолете? Про вертолет вообще ничего не сказано. Но я еще раз уточнила. Нам сказали, что все-таки можно, все нормально, не переживайте. И мы сейчас пришли на террасочку поесть перед таким волнительным событием. Но я до сих пор немножко в шоке, если честно. Тут такая классная зона. Просто гамак, знаете. Гамак и горы. Наши любимые места уже. У меня, конечно, самый подходящий для вертолета наряд. Такое платье, развивающееся на ветру. Нам принесли нашу еду. И посмотрите, что это такое. Просто будь здорово, солнышко. Напишите ваши догадки. Как думаете, что это? Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите в комментариях. Я подумала, что это зефирки такие интересные. Но это полотенце для рук. Потому что мы заказали крабсбургер. Это такая булка с котлетой из морепродуктов, с овощами, с сыром. И вот этими полотенчиками нужно протирать руки. Единицей казалось гаспачо. И нужно самим вылить, как это, рассол или что это такое? Бульон. Густой такой, да? Вот эта точка, это наш вертолет. Мы тут выбрались очередной раз погулять. И просто обнаружили абсолютно новую и самую популярную здесь улицу. Здесь всякие кафешки, всякие места. Травы можно в подарок купить. Краснополянские. Мыловарни всякие. Гончарные мастерские. Мини-маркет. Потому что я вообще-то искала все это время какой-нибудь супермаркет. И Денис сейчас откопал здесь вот гончарную мастерскую. И предложил мне пойти на мастер-класс. Ну, точнее, не мне, а на мастер-класс. И слепить вместе кружки своими руками. Ну, или не кружки, что у нас получится. Знаете, когда ты это делаешь впервые, пусть получится хоть что-то. Но классно, что это будет сделано своими руками. То есть сейчас будем кушать. Очень голодные, очень голодные на самом деле. Мне принесли салатец. В прошлом влоге тоже был Хачапури по-джорски. Много сыра. Много сыра. Тут лодочка какая-то большая, да? Салатец. Эй, игрушка под попой. Сдавливаем у основания и по чуть-чуть поднимаем вверх. Красиво. Шликер убираем, смачиваем руки, смачиваем изделие. Теперь нужно опустить глину вниз и центровать ее. Правой рукой мы охватываем сверху, левой вот этой частью. Мы также давим сверху. Выглядит это примерно вот. Ух ты, красава. Продолжение следует... Красотки, я прошу прощения за то, как я вообще сейчас выгляжу. У меня здесь отпечатки полотенца после массажа. Брови мои стерлись, на голове не пойми что, но нужно заканчивать влог, потому что очень долго уже я снимаю, очень много снимаю. У меня сейчас разрядился аккумулятор, и я пришла сюда буквально через 5 минут, поменяв аккумулятор. Посмотрите, как уже темно. Не знаю, вы замечаете разницу, но вроде бы стало темнее. Самый часто задаваемый вопрос у меня в инстаграм и на ютубе, Саша, когда вы едете домой? Потому что, видимо, задержались мы здесь. Дело в том, что мы продлевали 2 раза, и на самом деле последний был до 10 октября. И все, это уже точно. Мы точно поедем домой. Мы купили билеты на самолет. Я очень надеюсь, что вам понравился такого рода ролик. Это получается какой-то видеодневник. То есть я почти каждый день снимала что-то. Я еще раз позову вас в свой инстаграм, конечно же, потому что там я чаще всего. И я, если честно, очень уже соскучилась по статичным видео, в блоге, конечно, это очень интересно, но хочу уже с вами просто сесть, поболтать. Так что ждите скоро видео из дома. Я вас очень сильно люблю. И улыбайтесь чаще, красотки.